Друзья, на этой неделе Конор Макгрегор сказал, что он завершает карьеру в смешанных единоборств. Это на самом деле, на этой неделе, даже с учетом того, что было очень много новостей по ММА, это самая обсуждаемая новость вообще в мире спорта, потому что Конор Макгрегор является одним из известнейших спортсменов вообще, вне зависимости там, ну, либо брать какой-то там спорт. Что я думаю, да, там, допустим, вот Альберт, у нас как посетитель всех там турниров, да, многие турниры посещают, как принят, тоже, как человек, который от спорта, так сказать, много питается, да, 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 вот, я человек, который и ММА журналист, и комментатор от недавнего времени, там, турниров, я, что по этому поводу рассуждаю, могу сказать одно, Конор Макгрегор уже когда-то заканчивал свою карьеру, это был просто этот его твит, да, он в Ситрии это опубликовал, он стал самым ретвитом, да, там, ну, там, он набрал самое большое количество ретвитов вообще среди всех спортсменов, и эта новость всех ошарашила. В этом, если взять промежуток, допустим, когда Конор сейчас не дерется, да, он бросал вызовы тупо всем, Петтис, Дональд Сироне, кому он там только не бросал, он, ну, реально, Фергюсону, Хабибу, он всем бросал, Гиазу он тоже бросал, и там реально такой список, вот реально такой здоровый список вызовов, и потом он делает такое заявление, что он завершает карьеру, что я по этому поводу думаю, это, ну, вы все знаете, что у него сейчас активно идет бизнес, это его бизнес, виски, это проповел, и когда его человек, который ехал в Киев у нас драться, Николай Грозник, которого лично Конор тренировал, мы спрашивали, типа, Конор приедет, Коля нам ответил, что у Конора сейчас очень плотно, он сейчас очень плотно завязан с бизнесом в Штатах, и, соответственно, он не может приехать в Киев, в Украину посетить, но по контракту с париматчем он в 2015 году должен обязательно посетить Украину, так что, ну, этого мы все ждем. По поводу его завершения карьеры, я думаю, что он сейчас, как бы, ну, знаешь, типа, вот человек занимается бизнесом, да, он, как бы, действующий спортсмен, и все его начинают там дергать, о, Конор, когда ты выйдешь, Конор, когда ты выйдешь, он и когда ты выйдешь. Условно говоря, это отставка, это и есть такой, знаешь, мини-отпуск, просто сейчас нормально сделать денег, поднять свой бизнес, а он уже реально по всему миру, он реально на хайпе этот бизнес, и, соответственно, потом уже, знаешь, типа, о, пацаны, я возвращаюсь, типа, знаешь, сейчас сделаю бизнес, я возвращаюсь, и все, говорит. А теперь давай я как-то так, со своей стороны, я тебя не перебивал специально. На самом деле, что я могу сказать, когда у человека появляется семья, а у него недавно появился ребенок, да, второго же, вот, и, как бы, это уже, знаешь, хочется, когда у тебя все хорошо, у тебя попа в тепле, у тебя несколько миллионов долларов, компания виски, зачем драться? Ну, вот, какой нормальный здравомыслящий человек, вот, представьте его, да, вот, у вас все классно, да, вот, вы стали известны, у вас очень много денег, у вас прекрасно все, у вас классные тачки, дома, отпуска, это все никогда не закончится, потому что он уже, ну, как бы, достаток сделал так, что хватит и внукам. Семья, дети, тебе хочется с ними проверять, честно скажу, мне тоже порой там уже меньше хочется там выходить тут с кем-то работать, хочется дома посидеть с ребенком, там, блин, мозаику какую-то полепить, понимаешь, и, соответственно, я думаю, что, в принципе, это довольно-таки, может быть, даже не утка, а вполне себе реально, он просто, ну, сказал, типа, ну, хватит, как бы, я сделал, я создал американскую мечту каждого бойца, ведь каждый боец мечтает только об этом, стать известным, заработать денег, открыть свой бизнес, ну, и типа, все, до свидания бои, и при этом Конор это сделал таким образом, что он не травмирован, это пипец, как важно, он, наверное, единственный из миллионов людей, которые не отбил себе голову, который не пропускал очень серьезных каких-то там ударов, да, у него не было каких-то там супер-мега-переломов, ну, там возьми-то уже сильву с переломами ноги, там, других ребят, которые там на сытом въезжали, хрен знает куда, развлечения страшнующие, у него этого всего не было в карьере, он так, он шикарно, это как-то так прошел, да, он-то все, постучал, сдался, краса вас, 50 миллионов, согласен, это такой момент, как бы, ну, и с другой стороны, даже если он сейчас, вот, не будет выступать там, год, два, три, все равно он подписал контракт с париматч, да, везде сейчас Конор, у него контракт с UFC еще на всем боев, ну, чисто теоретически, можно еще сделать реванш, да, но это потом, знаешь, когда Флой делал, он говорил, типа, дождусь пока он постареет, его выиграю, потому что на пике-паке он бы не выиграл, кстати, Флойд Майвезер, вот только посчитать, и сколько раз он завершал, завершал карьеру, и с учетом того, сколько у него бабла, это один из богатейших, богатейших боксеров в общем мире, да, вообще людей, ну, да, 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 так же, как и Макгрегор, извини меня, это один из самых богатых людей на планете, ну, во-первых, не просто спортсмена, а реально уже как бизнесмен, можно так сказать, даже, Майвезер показал, как перевернуть игру, и как зарабатывать деньги в боксе, Конор показал, просто, просто перевернул всю игру в ММА, и просто вывел ММА на новый уровень, на такой уровень, который перешагнул на 100 лет вперед, потому что бойцы, условно говоря, некоторые бойцы-единицы были только обеспеченными, но теперь начали зарабатывать, это профессия, по крайней мере, стала, ну, то есть, как минимум, даже, несмотря на то, как оно все ужасно находится в Украине, да, то, тем не менее, каких-то там денег начали платить, не, мега много денег, но каких-то денег уже люди зарабатывают. И многие начали, кстати, применять трешток, добавлять шоу свои этим. Ну, да, начали материться, и, как бы, на самом деле, я даже хочу сказать, вот, приезжали ребята к нам драться с SBG Ирланд, это клуб Конора Макгрегора, да, где тренируют Джон Кавана, Николай Гроздев и Блэйн Аудрискул, вот по ним видно, насколько они уверены в себе, насколько у них вот эта уверенность, насколько они вот это заряжены, и даже когда я брал интервью у Лобова, я просто офигел, насколько он уверенно говорит каждое свое слово. Он говорит, каждый хейтер, каждый хейтер, это доллар в моем кармане. Каждый хейт, доллар в моем кармане. Спасибо вам, ребята. Я тогда офигел от этой речи, даже вот Лобов, да, вот по сути Лобов, да, какой он там, не прям крутой боец, да, но он на самом деле тоже очень много зарабатывает, и, соответственно, как он говорит, это просто плюс, ну, реально большой плюс ко всем спортсменам, и это, кстати, сделался Конор. Это прекрасно, на самом деле, да, он поднял уровень оплаты всех бойцов на всей планете, вы понимаете вообще, что это такое? Ну, как бы вот, раньше вот, даже локально, я просто, я внутри этой штуки, я как бы внутри системы нахожусь, которая вот, ММА, да, мы ездим на соревнования постоянно, мы участвуем, мы продвигаем этих бойцов, я знаю многих, не буду говорить имена людей, которые внутри прямо, и которые выступают, уезжают, в той же UFC участвуют. И, ну, сейчас есть, по крайней мере, вот этому мальчику, куда стремиться. Например, в моем возрасте я, как бы, не имел возможности таких каких-то там, да, там, движений, там, или вообще каких-то там денег серьезных, да, ну, типа, ну, хобби и хобби, да, ну, это так, это хобби. Сейчас даже тема сядки, которые у нас тренируются в зале, знаешь, ты такой, типа, смотришь на них, ну, то есть они, они, даже родители уже, типа, там, ну, с перспективом, может, он там реально будет боями заниматься. То есть у родителей в голове уже то, что этот малой может, там, как бы, типа, каких-то там денег зарабатывать в дальнейшем, то есть как профессия, да, там уже полноценная. Ну, понимаешь, да, то есть к чему идет. Я часто общаюсь с родителями, которые, там, мы бы хотели, чтобы он стал профессиональным спортсменом, чтобы он двигался. Раньше, что такое, ты там чем занимаешься? Динамор, с ним шавка моя не отсюда, понимаешь? Кто-то, кем ты будешь, там, кто-то, это же никто. А тут есть, как бы, ну, вот, чувак зарабатывает миллионы долларов, я тоже хочу, я буду драться. И все-таки, ну, да, ну, типа, есть какие-то иконы, да, куда можно стремиться. В общем, это у нас такой рассудительный ролик, потому что многие, ну, это тема, тема реально хайповая, да, мы так решили хайп о нем немножко, знаешь, так. Но решили тоже поговорить на эту тему, на самом деле, интересно. Очень интересная тема, и на самом деле еще бы хотелось бы услышать ваше мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И даже если, мне кажется, Конор завершит карьеру, все равно он как-то будет влиять на бизнес ММА, на ЮСИ он будет... Но у него же есть, как бы, желание взять долю ЮСИ себе. Да, долю ЮСИ. То есть, надо не забывать, что было такое предложение у него, типа, давай, да, навайд, я хочу кусочек этого пирога. Он же сказал об этом. В принципе, он даже, я думаю, он себя реализует как именно спортивный менеджер, как спортивный, вот, как он называется, промоутер. Мне кажется, это тоже его, и он будет... Ну, сейчас его имя будет работать на него, и очень сильно, мне кажется. Вот реально сейчас, мне кажется, всего пойдет линейка одежды Макгрегора там. Уже есть Макгрегор. Макгрегор к нам еще не дошло. Сукая разработанная система тренировок Макгрегор Fast. Есть там 80-е... Сейчас франшиза какая-то пойдет, будет макчикин какой-то пойдет. Да, 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 на самом деле очень много, и он же, пацан баба заработал, что можно не драться. но если он выйдет то это будет одно из грандиознейших возвращений в спорт и понятное дело там будут речи хио 100 миллионов я прям себе представил короче этот макдональдс понял теперь этот клоуна этого видео тупо вся сеть куплены возможно в общем друзья мы поделились своим мнением вы оставьте свое мнение в комментариях нам будет очень интересно их почитать соответственно давайте думать как и давайте вы рассуждать как будет складываться дальнейшая карьера макгрегора либо он будет заниматься полностью бизнесом он будет все равно возвращаться в мм ну если у вас есть классные темы то всегда давайте пишите в комментариях мы это об этом поговорим и фью и тот самый магазин для спорта